Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады всех приветствовать, кто смог к нам сегодня присоединиться на вебинар, который проводит компания Syngenta вместе с своими партнерами, компанией IKAR и компанией StoneX. Меня зовут Виктор Сукойников, менеджер по развитию коммерческих проектов компании Syngenta. Я сегодня буду ведущим нашего мероприятия и представлю всех наших спикеров. Этим вебинаром мы продолжаем нашу традицию проводить вебинары на злобую дня весной и осенью. В прошлом году мы начали первые наши вебинары по схожей тематике. Сейчас мы продолжаем это направление. У нас сегодня четыре выступления, которые будут, как мы надеемся, вам очень полезными и интересными. И интересные спикеры, интересная тема нашего разговора – рынок зерновых, совет экспертов. Поговорим о том, что происходит сейчас в оберном секторе и поговорим о том, что с этим можно делать, как избежать рисков, которыми сталкиваются наши агропроизводители. Представлю наших спикеров. Прежде всего с нами сегодня генеральный директор компании IKAR Дмитрий Рылько, наш ведущий эксперт в агросекторе. Его представлять даже, наверное, не нужно, потому что все наши коллеги, я думаю, в агросекторе пользуются его отчетами, регулярно мониторят ситуацию с ценами и участвуют в его мероприятиях. Дмитрий, добрый день. Спасибо, что смогли к нам сегодня присоединиться. Добрый день. Очень приятно. Спасибо. Кроме Дмитрия, у нас сегодня два спикера из компании StoneX. Несколько слов скажу о компании StoneX, потому что, возможно, она не на слуху для наших аграриев. Это международная корпорация, представленная более чем в 130 странах. Акции ее торгуются на бирже NASDAQ, а козовой оборот составляет более 1,2 млрд долларов. Компания StoneX является одним из лидеров по предоставлению финансовых и консультационных услуг для агропроизводителей, и вообще в целом в агросекторе. И нам приятно отметить, что с компанией StoneX группа Syngenta сотрудничает не только в России, но и глобально. В этом году уже мы, получается, и в России в том числе начинаем работу с компанией StoneX, поддерживаем наши программы лояльности с помощью их инструментов. У нас сегодня два спикера из компании StoneX. Уильям Раттерфорд-Робертс расскажет нам сегодня о мировых трендах. И Токс Фаухинми, вице-президент компании, расскажет нам сегодня о стратегии фиджирования, защиты от рыночных рисков организации. Ну и уже в конце нашего выступления компания Syngenta в моем лице расскажет вам о программе лояльности Zorro, которая у нас существует уже четвертый год, в которой участвуют наши агропроизводители. Сразу предупрежу всех наших участников вебинара, чтобы вас не пугал языковой барьер. У нас с нами на связи сейчас наш замечательный переводчик Максим Сидоров, который поможет нам переводить наших англоязычных спикеров. Поэтому все те вопросы, которые мы будем сегодня обсуждать, будут вам понятны, ясны. Но если что-то будет вызывать у вас вопросы, просим воспользоваться нашим чатом. В нем вы можете отправлять вопросы каждому из наших спикеров. После каждого выступления будет возможность какие-то вопросы озвучить. Если где-то мы будем не успевать, у нас еще предусмотрены сессии вопросов и ответов в конце нашего вебинара. Это все технические вопросы, которые хотелось бы сейчас осветить. Если будут вопросы, пишите, мы обязательно их озвучим. А сейчас я бы хотел передать слово нашему первому спикеру, Уильяму Раттерфорду Робертсу. Уильям, good morning. Thanks for joining us. Good morning. Thank you for having me. So you can proceed with your speech. Thank you very much. So first off, I'll give a brief market overview of where we are in both Paris and Chicago. So one of the most significant influences on price direction we've seen so far this season has evidently been the Russian wheat export tax. But we also have weather concerns in the United States. Canada, Brazil and Europe have also helped drive markets to multi-year highs, with rising concerns over corn and soybean availability, also contributing to bullish momentum in the wheat markets as well. High corn prices are currently expected to lead to a sharp increase in use of wheat in feed rations for animals, both domestically within the United States, but also globally. And we're starting to see evidence of that in Southeast Asia already. Monetary policy is also contributing to wider bullish momentum in the agricultural complex. Low interest rates in the United States in particular, coupled with trillions of dollars of money being pumped into the U.S. economy, is encouraging increased money flow into the commodities complex. elite-based drinks. Need to be using control-placing. Yeah. Максим, вы с нами сейчас? Коллеги, у нас возникла небольшая техническая сложность. Сейчас переводчик Максим отключился внезапно из технических проблем. Сейчас как раз Уильям рассказал кратко о ситуации на мировых рынках, именно с точки зрения динамики цен. Прежде всего, видите, здесь сейчас два графика на слайде по бирже Чикаго и Euronext. Динамика цен на пшеницу. И, как видите, сами слайды, то, что показывает, в общем-то, сама картинка, показывает достаточно большую волатильность цен на рынке, связанную с несколькими факторами. В том числе, это и ожидания, которые происходят сейчас в Америке и по погоде, и, соответственно, влияние таких факторов, как спрос со стороны Китая. В общем-то, Уильям очень кратко писал много достаточно интересных моментов здесь. Но давайте мы, может быть, сейчас перейдем, наверное, к следующему слайду. Попросим тогда, сейчас, пока Уильям начать говорить, может быть, уже по второму слайду. Вильям, can you proceed with the second slide, please? Sure. So, here I will outline sort of potential winners and losers moving into the new season 21-22. So, obviously, from a winning side, Russia and Ukraine are currently set to have very big crops in the next season, which would help with a large exportable surplus, potentially made bigger if Russia has delayed shipments until after the floating tax impacting its exports in the current season. So, that large carryover in Russia potentially sets, with a large crop coming in the new season, sets up for large exportable surpluses, assuming that domestic food inflation eases. The floating tax remaining in place into the new season does raise uncertainty over supply from Russia, which does potentially increase for other competing nations, such as Ukraine or the EU, which could potentially impact Russia's competitiveness in the new season, depending on how long it lasts. Large Australian crops should help Australia competition in the Southeast Asian market, which in turn may impact how much of an influence Russia and Ukraine and other Black Sea nations have in the Southeast Asian markets. From another winning perspective, the EU is set for a large exportable surplus this year, which should improve its competitors, but this will be spring and weather dependent. At the moment, the weather is looking favorable for EU crops, so that is looking good. Rising corn prices across the world as well, that should be beneficial for global wheat demand, which should remain supportive as we move into the new season. From a losing side, the uncertainty surrounding the floating export tax could also encourage sales if exports rise above around $285 per tonne, which is around the level we've calculated, which would be required to be sitting at where the current €50 per tonne tax is. From a losing perspective as well, increased demand in the EU itself for wheat due to expensive corn could reduce the EU's export competitiveness in the new season. Maintained demand from China as well for agricultural commodities is a supportive factor for global prices, which could hurt net importers. majmême, what are the any sort of costs.... One second, коллеги. Мы сейчас что раз будем проверять, при подключении наших переводчиков. Сейчас William представил нам информацию о потенциальных тех, кто выиграл от движения цен и, естественно, проиграл в течение этого сезона 2021-2022. Оноренныйии у нас есть моменты, в которой касаются плюсов и минусов на рынке. Соответственно, среди плюсов вот как раз William ответил несколько факторов достаточно интересно для российских производителей в том числе сейчас у нас ожидается очень хороший урожай на россии и на украине соответственно хорошие приходящие отставки которые в принципе повлияют у максим с нами отлично максим тогда сможете перевести то что сейчас говорили коллеги я пропустил закончил этот слайд это не хорошо ну соответственно сейчас вы видите ситуацию что у нас на россию влияет не очень ясная ситуация с экспортными пошлыми плавающий механизм который будет действовать с июня будет так иначе влиять на продажи на экспорт кроме того есть достаточно большие переходящие остатки второй пункт который обозначен уильямом и возросший спрос со стороны европейского союза ввиду того что в общем то есть ожидание снижения объема экспорта из россии плавающий механизм который вводится соответственно по почтам в россии должен в принципе повлечь с собой увеличение спроса то есть подстегнуть цены на на бирже в том числе цены на зерновые соответственно которые экспортируются из россии то есть принципе потянуть и локальные цены другой стороны вот эти механизмы сдерживания российского экспорта также влияет на конкретно способность российских производителей стоит еще отметить что в общем-то большой австралийский урожай должен также поддержать спрос на пшеницу в азиатском секторе то есть принципе уменьшить отчасти спрос на пшеницу поставляемую с региона черного моря то есть опять таки это повлияет на наших российских производителей ожидается также что в европейском союзе у нас будет достаточно большое большой приходящий остаток по зерновым в этом году и качестве будет достаточно неплохим здесь стоит отметить также что китай повысил спрос на сельхозпродукцию и это во многом очень сильно ударило по импортерам но помогло с тест на экспортером а являлся является фактором соответственно для роста цен самый существенный может быть самый такой важный фактор есть том числе рост цен на кукурузу о котором мы видим последнее время а соответственно нехватка кукурузы она вызывает дополнительный спрос на пшеницу поэтому это тоже дополнительная поддержка для экспортеров другой стороны с другой стороны есть понимание что достаточно неплохо называются поля кукурузы в соединенных штатах и возможно в бразилии будет также достаточно благоприятная ситуация это соответственно тоже окажет влияние на снижение цен в ходе этого сезона по зерновым изменения става не финансы как поэтому не предъеду дух compraрекция в соединенных Dreams и голосовover экономические продукты активные выноны по будь то есть наżовку на website а вот мы и кукурузы по статистическому параметру в соединенных течения на рынке и terra ассоциативныхaltях и на рынке закинувания на рынке и на рынке и на рынке кукуруза в последние недели мы веримое решение иностранные рынки гумандартов на рынке Субтитры создавал DimaTorzok Ну и по сути здесь мы вновь показываем, каким образом будут складываться выигрышные и прогрешные сценарии, дополнительные негативы с точки зрения именно урожая кукурузы в Бразилии, особенно что касается сои. Мы считаем, это будет ферморовать довольно агрессивную политику с точки зрения роста цен на пшеницу, как уже мы говорили, что в свою очередь может привести в соответствующие объемы, которые будут ходить в кормовые направления. Но при этом есть еще и негативная часть риска именно с точки зрения крупных объемов, которые могут появиться с точки зрения этих направлений в Европе, что может несколько снизить именно ценовое давление. А вкупе, вместе с восстановлением экономической активности, которая может подкрепить американский доллар, и таким образом несколько снизить ценовое восстановление непосредственно в этих категориях. Велим, over to you. Thank you. So, just here, we're looking ahead at the production balance sheet for 2021-2022. I should just first off say that these estimates are not reflective of official Stonex estimates. These are my own. But what I'd like to point out here is the general year-on-year improvements that is forecast for the major global exportations. Production is essentially in line with last year. We're not seeing too much of a dip or too much of an increase, although we have seen the proportions move. Increases in Argentina, the European Union, and the United States. And those increases are marginally offsetting losses in Australia, Canada, Kazakhstan, and Russia. And we're seeing increases to ending stocks in Australia, Argentina, Kazakhstan, and Russia, as well as Ukraine. And that could be a major driver for good supply in the upcoming season. And now, we're looking at the results of the results of the year-2022. And, in a way, we are looking at the results of the year-2022. And, in a way, we are looking at the results of the year-2022. And, in a way, this is the results of our results. But, I would like to emphasize what changes in the year-2022. безусловно, есть основа прогнозов по экспортерам. И, собственно, урожай практически соответствует тому, что было в прошлом году. Небольшое повышение, где-то небольшое снижение. Но частично все-таки меняется ситуация. Мы видим увеличение по Аргентине, Европейскому Союзу, Соединенным Штатам. И это маржинально компенсирует недовырожай по Австралии, Канаде, Казахстану и России. И также мы видим все-таки некоторое повышение с точки зрения остатка нелевокрыв на Украине и Аргентине. И это, вкупе с другими, может быть серьезным фактором формирования предложения в предстоящем сезоне. William, over to you. Thank you. So, I'm just going to give a quick overview on the EU wheat market. Much of the volatility in Paris has centered the rising levels of demand for European origin following the implementation of the Russian wheat export taxes. More recently, focus has been on the weather, with attention really starting to turn to the condition of new crop. We had below-average rainfall in March and a cold snap at the beginning of April, which raised concerns over winter crops in particular, with early forecasts pointing to below-average temperatures through this month as well. Alongside lower than normal precipitation, although more recent models are suggesting that that rainfall is going to be ample. The wider bullet management regarding corn and oil seeds, global balance sheets, and the implications of adverse weather have carried into the European markets, with wider concerns over corn availability from Brazil applying to Europe as well. EU relies very heavily on Brazilian corn imports between August and October to cover its corn needs until the arrival of its own crop. So wheat stocks are expected to be tighter than maize, and while both are lower than usual, should global corn prices continue to increase, there could certainly be an increased reliance on wheat usage for feed. So downside risks, in my view, come in the form of a turnaround in weather in South America, although this does look unlikely, but also improving weather conditions in the United States. And we've seen the weather improve in the United States and Western Europe over the past few weeks. And continued improvement in the weather forecast is also likely to provide some downside momentum. Теперь такой короткий обзор по рынку пшеницы в Европе. Безусловно, определенная волатильность наблюдается в парижской бирже, которая, безусловно, сконцентрирована на спросе европейского происхождения непосредственно и зависит от экспорта налога на пшеницу в России. Но также недавно внимание было привлечено к условиям поставки, к условиям погоды, потому что средние были осадки в марте и холодная погода в начале апреля, что, безусловно, повлияет на урожайность. Ну и прогнозы указывают на средний температурный режим в предстоящее время и не ожидается каких-то излишних ошадков. То есть дожди будут достаточными и с точки зрения финансовой ситуации безусловно это влияет от погодных прогнозов. И европейский рынок в частности вне степени зависит от наличия поставок кукурузы из Бразилии. Оно сильно зависит от поставок из Бразилии, в особенности в осенне-октябрьский период, и зависит от того, как будет у них формироваться собственная жара. Поэтому это наличие будет довольно зависимым от этой ситуации. Если цена на кукуруз будет повышаться, то это, безусловно, будет отражаться и на ситуации экспедиции. Поэтому негативные ожидания, безусловно, по южноамериканской погодам как будет формироваться, не ожидается чего-то такого плохого, потому что и погода устанавливается хорошая. И в Соединенных Штатах ожидается, что она и в Западной Европе, и в Америке будет улучшаться. Поэтому прогнозы не содержат какого-либо негативного ожидания в себе. William, а вот июнь. Спасибо большое. Это будет мой последний слайд. Итак, я бы хотел бы просто описать сезонность в Матифе и где мы видим что это может потенциально закончиться с ценой в следующих 6 месяцев до конца года. Итак, когда мы смотрим на максимумные месячные движения based на последние 5 лет вместе с сезонными трендами, мы чувствуем thing we feel it's established of approximately 270 euros per tonne. This is close to the highs of early 2011 and 2012, but it must be emphasised that the global stocks-to-use ratio implies far greater stock availability moving into 2021-22. So, based off average monthly changes over the past five years, theoretical lows of between €125 to €185 per tonne are possible, but this would need a rapid reversal in sentiment, which is unlikely at this stage. So, taking the seasonally adjusted average, we would suggest a floor of approximately €190 to €200 per tonne. So, we find that a plausible range of between €200 to €250 per tonne seems likely based on average monthly changes over the past five years moving through to the end of this year. And this is my last slide. And I'll briefly explain, собственно, the seasonally, from the point of view of the fact that we consider this factor in the comparison with the price of the price of the price of the past six months. Поэтому, учитывая последние пять пеки, среднемесячные флактуации, мы видим, что тенденция складывается и показывает нам потолок где-то приблизительно в уровне 270 евро за тон. Это, конечно же, близко к высоким показателям 2011-2012 годов, но необходимо подчеркнуть, что глобальный коэффициент указывает на большее наличие по сравнению с тем, что мы видим в 2021-2020 году. Поэтому, учитывая последние пятилетние изменения среднемесячных показателей, теоретически низко, где-то 170-185 евро за тон, но это, безусловно, может резко поменяться, хотя мы не видим такой вероятности сейчас. Поэтому, учитывая сезонные корректированные средние показатели, я бы сказал, наверное, уровень где-то до 200-250, как вероятный диапазон, в том, которым может эта кривая держаться следствие, опять же, учитывая ежемесячные коррекции, которые могут происходить. Спасибо большое, коллеги Максиму, Вильяму. Вильяму, спасибо, коллеги. Меня слышно, да? Хорошо, замечательно. Ну, Вильям в значительной мере облегчил мою задачу, рассказав о мировых рынках. Я тоже некоторым образом коснусь мировых рынков, потому что без них вот в этом сезоне, в начале этого сезона никуда совершенно. Они у нас являются пока ключом к пониманию того, что будет в этом сезоне. И расскажу вам о том, как мы видим рынки российского зерна и прежде всего пшеницы, потому что Виктор меня попросил сосредоточиться именно на пшенице. Ну, хочу напомнить одну вещь, очень чрезвычайно для нас важную. Она связана с тем, что вот наши российские рынки, они находятся, когда они находятся в нормальном более-менее состоянии, когда у нас получен нормальный урожай, средний или высокий, то они чрезвычайно сильно коррелируют с мировыми ценами на пшеницу в данном случае. Вот вы видите, что эффект корреляции за многие годы, которые мы ведем между российским ФОБом и внутренней российской ценой на юге России, составит 93%. А если мы с вами посмотрим на корреляцию с другими регионами нашей страны, пшеницепроизводящими, центр, Поволжье, Западная Сибирь, то видим, что вот эта корреляция, она снижается постепенно. Чем дальше от экспортного рынка, тем корреляция с мировой ценой выглядит послабее, потому что на рынок действует масса других посторонних шумов. Но при этом мы видим, что она остается довольно значительной, даже в Сибири, коллеги, вот наша цена на пшеницу, она примерно на 75% коррелирует с тем, что мы видим на далеком, супердалеком от Сибири, ФОБе-Новороссийск. Это нужно помнить, нужно понимать, что мы встроены на очень серьезный мировой рынок, очень серьезно от него зависим, мировой рынок очень серьезно зависит от нас, поэтому все, что там происходит, на нас очень непосредственно нас касается. И поэтому, если мы вернемся к тому, о чем уже говорил Вилли, мы посмотрим вот с этой точки зрения, то увидим, что мировой рынок в текущем сезоне, да и в начале следующего, будет определяться, видимо, я бы сказал, тремя основными группами факторов, которые его двигают в ту или иную сторону. Это впрыск колоссальных ковидных денег, это фактор Китая, и это всевозможные погодные катаклизмы и изменения оценки урожая, которые вот сейчас динамично происходят. Значит, по ковидным деньгам, значит, я хотел бы показать вам, напомнить, насколько у нас выросла денежная масса М1 на примере Соединенных Штатов Америки, и это примерно то же самое, кстати, произошло и в Западной Европе, и многие другие экономики, экономики крупнейшей мира были вынуждены вбрасывать, впрыскивать колоссальные ковидные деньги для того, чтобы как-то сдержать экономический кризис, падение экономики в своей стране, поддержать покупательскую активность населения, и это привело к, так сказать, взрывному росту и цен тоже на мировом рынке, как мы чуть позже увидим. Значит, второй фактор – это фактор кукурузы. Вот весь текущий сезон проходит под знаком того, что на вот наш рынок мировой выскочил, как, так скажем, черт из табакерки Китай, который экспортирует колоссальные объемы пшеницы, давно он столько не покупал на мировом рынке, и самое главное, что он поставил все рекорды, мыслимые и немыслимые рекорды по импорту кукурузы, что привело вот рынок кукурузы, дисбалансировало его, и, так сказать, произвело страшные напряги, о которых уже говорил Вильям. И посмотрите, следующий сезон тоже пока мировые аналитики ожидают, что Китай повторит примерно вот на том же уровне своей закупки, как и в этом сезоне. Значит, посмотрите, обычно в нормальной ситуации на мировом рынке всегда кукуруза в мире торгуется ниже, чем пшеница. В данном случае это ФОП, Мексиканский залив. И только вот посмотрите, там вот высоко справа, справа, самые последние котировки, мы видим, что кукуруза под воздействием вот фактора вот этого, а именно тот фактор, который развивается в последние буквально несколько недель, это оценки урожая в Бразилии, которые вначале становились все более и более негативными, и кукуруза на мировом рынке перла вверх по-страшному, и даже произошел на каком-то этапе невиданный крайне редкий перевертыш, когда кукуруза стала стоить дороже пшеницы, и она потянула пшеницу на мировом рынке за собой. Потому что при таких ценах на кукурузу становится выгодно кормить пшеницей. И мы видим, что пшеница удерживается в значительной мере кукурузой сейчас, на ее цены не падают, несмотря на то, что там все более-менее нормально с погодой в мире. Она, так сказать, не падает, только медленно слабеет, потому что ее поддерживает кукуруза. Если у нас, коллеги, то, о чем говорил Уильям, произойдет улучшение к следующему сезону, в течение следующего сезона на мировом рынке кукурузы, вот эта подпорка, так сказать, под пшеницу, она на наших глазах может рухнуть, вот этот балкончик над нами, да, и это может повлечь за собой довольно серьезное снижение цен на наш любимый товар, пшеницу. Значит, теперь по России. Состоялся рекордный сев озимой пшеницы. Никогда Россия за всю свою историю не производила, не сеяла такого количества озимки. Это первое. Второе. Мы ожидаем некоторого роста посевных площадей под яровой пшеницей под воздействием рекордно высоких цен на мировом и отечественном рынке и под воздействием еще одного фактора, а именно того, что происходит на наших глазах в центральном черноземном регионе. Значит, здесь вот представлены динамика оценок Министерством сельского хозяйства России гибели посевных площадей в центральном черноземном регионе, и мы сюда еще добавили Волгоградскую область. Мы видим, коллеги, что у нас произошла, можно сказать, рекордная гибель. Ее можно назвать даже катастрофой, потому что в ряде регионов центра, прежде всего в Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, до некоторой степени Курской областях десятки процентов под озимой пшеницей были потеряны, были списаны. При этом мы понимаем, что вот есть два, выделилось два очень серьезных сектора. С одной стороны, агрохолдинги, у которых доля пересева там составляет от 50 до 90, а то и 95 процентов, потому что у них есть ресурсы и есть чем пересевать. И относительно небольшие фермерские хозяйства, у которых, в общем-то, нет ресурса и нечем пересевать, это не значит, что у них ситуация с озимой пшеницей лучше. Просто они не пересевают, потому что, ну, это большие затраты, и часто ресурса на это просто не хватает. Поэтому справа вот мы поставили, это текущая оценка минселькоза на 17 мая, но совершенно изумительно, что еще даже на прошлой неделе, и даже в начале этой недели, мы продолжаем от наших многочисленных контактов в центре и в Волгоградской области слышать о том, что им приходится пересевать, они принимают решение о пересеве. И на прошлой неделе к этой гонке подключилась и Пенза, Пензенская область, и там тоже вот мы слышим такие же вот вещи. Это достаточно редко, суперредкое удивительное явление, когда такого рода решение принимается уже в середине мая. Значит, одним из побочных результатов вот этой катастрофы в центре России является рекордный сев яровой пшеницы в центре. Мы видим, мы понимаем, что в значительной мере он спровоцирован вот этим масштабным пересевом, и мы считаем, что он может в ближайшей неделе, статистическая его оценка. На самом деле все уже посеяно давно, мы понимаем, но статистически у нас опаздывает информация о севере на 2-3 недели всегда, да. И вот мы видим, что даже в последние недели, значит, у нас добавлялись пересевные площади по центру. Мы считаем, что они достигнут примерно миллиона 200 тысяч гектаров. Ну, чтобы вы понимали, такого рода масштабы сева яровой пшеницы в последний раз у нас наблюдались примерно в 2084 году. И то даже там вот в эти годы, в начале 80-х далеко не всегда мы высевали вот такие площади. А сейчас вот случилось снова, потому что яровая пшеница, вообще пшеница в центре – это чрезвычайно важный товар, суперликвидный, супернеобходимый. И вот многие в последний момент решили пересеяться яровой пшеницей. Значит, второй момент погодный, погодная аномалия связана с огромным регионом, который простирается примерно от востока Самары, идет на юг, на Заволжье, Саратовской и Волгоградской областей. Дальше идет через весь Северный Казахстан, Курганская, Челябинская, Тюменская, Омская и западная часть Алтайского края, Кулундинская степь, где мы видим в последние недели рост засушливых условий, отсутствие дожди. И, так сказать, там такие большие наблюдались, очень большие напряги, которые росли. Значит, эти напряги, ну вот мы видим, что до некоторой степени дожди, которые пролились вчера и сегодня, они вот эту картинку немножко сглаживают. Но это то, вот что нужно смотреть очень внимательно, потому что если посмотреть прогноз до конца мая, мы видим, значит, отсутствие осадков, по сути, по сути отсутствие осадков на такой узкой полоске, узкой полоске вдоль гигантской границы с Казахстаном. И, по сути, весь Северный Казахстан у нас тоже пока остается отрезанным от дождей. И по нашим оценкам, вот уже начались, уже начались проблемы в Кустанайской области. Это один из двух ключевых регионов в Казахстане. То есть за этим тоже надо очень и очень внимательно следить. Значит, вот это наш текущий баланс по пшенице, как он выглядит в этом году. Значит, мы оцениваем его, мы остановились пару недель назад на цифре в 79 миллионов. До этого наши оценки были выше 80 миллионов. Мы вот их потихонечку сокращали, делали усушку до 79 миллионов. Дальше у нас, вы видите, что очень высокое, так называемое, внутреннее потребление. Значит, оно вот составляет 44,5 миллиона тонн. Оно выше существенно прошлых лет. И это связано, коллеги, с тем, что мы, откровенно говоря, не видим производства 85,5 миллионов тонн пшеницы, которую зарегистрировал Росстат в прошлом 2020 году. И мы не видим тех гигантских переходящих запасов, запасов, которые нам рисует не сельхоз США. Вот не видим, потому что что-то вот как-то не сходится. Значит, есть для этого, с нашей точки зрения, три объяснения. Объяснение номер один. У нас Росстат выдал в конце прошлого года чрезвычайно низкую оценку так называемой рефакции, то есть перевода из бункера в, так сказать, вес после доработки. Мы считаем, что он немножко переборщил, а там даже одна, там пара десятых процентов уже дают очень серьезный результат. И таким образом, он некоторым образом завысил, мы считаем, наш воловой сбор. Это первое. Второе, ну, не секрет, не секрет то, что некоторые регионы нашей страны продолжают, так сказать, по-советски рапортовать о колоссальных, так сказать, своих успехах и не хотят рапортовать о некоторых неудачах. И вот это тоже, на наш взгляд, сказывается на цифре. И третий момент. У нас есть незарегистрированный и весьма значимый черный экспорт в Казахстан, с которым мы имеем самую длинную и самую, наверное, неохраняемую границу в мире. И это тоже, вот этот тот фактор, который тоже нужно учитывать в цифрах, так сказать, реального расхода нашего зерна. Поэтому переходящие запасы не столь высоки. Будут, но экспорт мы пока оцениваем как очень хороший в следующем сезоне, 39 миллионов, но, может быть, нам придется скорректировать вот эту цифру вниз, будем смотреть. Значит, теперь по несколько слов о плавающей экспортной пошлине, которая всех ожидает со 2 июня 2021 года. Действовать она будет вот таким образом, то есть, если цена на пшеницу превышает 200 долларов на ФОБИ Новороссийск, то, так сказать, все, что выше, 70 процентов забирает себе государство, которое часть этих денег обещает вернуть аграриям, каким образом, пока неизвестно. И только 30 процентов идет, так сказать, на повышение внутренних цен. Значит, среди прочего, коллеги, вот я думаю, что всех вас интересует один вопрос, на который я пока вот не отвечал. Вопрос такой, когда продавать? Значит, у нас с вами есть 4 варианта ответа на этот вопрос. Значит, вариант номер 1, продать все в начале сезона, не мучиться, не париться, куда-нибудь ехать там, посеяться и так далее. Значит, и не испытывать мук с хранением. Вопрос, значит, вариант номер 2, продать, продавать равномерно в течение сезона. Вариант номер 3, это продать в конце сезона. И вариант номер 4, вообще не продавать, уйти в запасе, сидеть на них и ждать, так сказать, когда приплывет золотая рыбка с какой-то колоссально высокой ценой и так сказать, и тогда может быть и продать. Значит, так вот, это шутка, конечно. Так вот, коллеги, вот этот демпфер, он делает наши традиционные стратегии, особенно мы знаем, вот на юге России у нас есть любители, допустим, в Ростовской области вот этим славятся, значит, наши многие председатели балуются тем, что хранят до самого конца, чуть ли не до июня, и в июне, так сказать, выходят на рынок за своей премией, да. Вот демпфер, коллеги, я хочу обратить ваше внимание, он делает такое поведение, наверное, не совсем обоснованным, не совсем обоснованным, потому что какая бы цена ни была, 70% от этой цены загребет государство. Понимаете? 70% от этой цены загребет государство. Значит, это первое, но можно, конечно, рискануть и похоронить до лучших времен в ожидании того, что правительство пойдет на какое-то послабление в течение сезона для наших аграриев и пошлину. Допустим, мы предлагали, мы говорили, что, продолжаем говорить, что 200 долларов это очень низкий уровень отсечения, что его нужно было бы поднять хотя бы до 250, и тогда это было бы еще, ну, более-менее как-то нормально. И у нас есть обоснования на это, почему мы так считаем. Но пока мы вот думаем, что, скорее всего, скорее всего, если вы меня спросите, скажу так, что мы думаем, что, наверное, до конца календарного года ничего не поменяется. А дальше будем смотреть. Это динамика стартовых цен в долларах, как они выглядят. Значит, если мы исходим из того, что стартовая цена 270 долларов, на самом деле она уже будет, скорее всего, 260, мы видим, может быть, даже и пониже, но это ничего не меняет, и при 260 на внутренний рынок уходит 218 долларов. То есть, это не сильное изменение, как раз из-за пошлины. Значит, вот наши цены в рублях, в текущих рублях, без учета инфляции, они выглядят на следующий сезон вот таким образом, и мы видим, что, несмотря на пошлину, если бы не было пошлины, то цены были бы вообще заоблачно высокими, но с пошлины они будут просто очень рекордно высокими, но номинально, без учета инфляции. Значит, эта матрица вот расчетной цены, мы ее делаем там, чуть не каждую неделю ее пересчитываем, значит, расчетной цены на СПТ в центрально-черноземном регионе, значит, цена, как бы она выглядела, как бы она выглядела, цена ваша выглядела без пошлины, и как она будет выглядеть с пошлиной, вы видите, что разница составляет сейчас, вот при таких ценах, вот при такой пошлине, примерно до 4 тысяч рублей, но это довольно много, конечно, но и цена очень высокая при этом. И вот при всем притом мы должны понимать, что то, что я вам показывал, это все номинальные цены, без учета инфляции, а инфляция прет, и естественно, что во всем мире производители средств производства на сельское хозяйство, они пользуются моментом, и на фоне вот таких колоссально высоких цен, они, естественно, вздувают собственные цены, особенно мы сейчас это видим с ценами на удобрения. рынок, допустим, рынок пестицидов, на которых представлена компания-организатор, там супер жесткая, чрезвычайно жесткая конкуренция, мы все знаем с вами, да, значит, там совсем немножко все по-другому, поэтому эти компании, они не могут так сильно, так сказать, вздувать свои цены, а вот производители удобрений, значит, и ряд других, так сказать, естественных монополий, они, так сказать, пользуются, естественным моментом, и цены, не моментом, просто смотрят, сколько стоит вот этот товар на мировом рынке и ставят соответствующий ценник. Коллеги, мне, к сожалению, нужно будет вот покинуть вас, я, к сожалению, не смогу послушать Токса, его выступление очень интересное, я думаю, будет. Если есть вот прямо сейчас какие-то вопросы, я готов попытаться на них быстро ответить, я просто этих вопросов не вижу, если у администраторов есть вопросы, то я на них отвечу и убегаю. Дмитрий, спасибо большое за интересное выступление, вопросы, конечно, к вам посыпались, но вот самый такой массовый вопрос, какими культурами сейчас пересевают, особенно в центре, не могли бы прокомментировать? Поначалу наша концепция изначально, она существовала примерно до, так скажем, до конца апреля, до конца апреля, начала мая. Мы считали, что доля яровой пшеницы составит 15-20%, не больше, а основной массив будет традиционно ячмень, и то, что появилось в последние годы, вот в последние годы, если раньше у нас страховые всегда состояли из ячменя, то сейчас, в последние годы, мы видим тенденцию к тому, что страховые, что соя используется в качестве страховой культуры, семена сои. и зная, что в центре нас ожидает в текущем сезоне некоторая революция с переработкой сои, да, и вообще масличных, мы думали, что вот доля яровой пшеницы будет относительно небольшой, то есть 15-20%, но мы сейчас немножко скорректировались и думаем, что доля яровой пшеницы составит примерно 20-25%, дальше у нас идет вместе с ней примерно идет ячмень, потом чуть поменьше сои, потом кукуруза с подсолнечником, а потом уже идет кто во что гораст, там и гречиха, там и горох, и там и рапс, там и лен, и масло других культур. Окей, спасибо вам большое, Дмитрий, за ваши комментарии, коллеги, мы, Дмитрий, тогда сейчас отпустим, но если у вас какие-то вопросы будут, мы уже заранее договорились, что мы можем потом эти вопросы адресовать и, соответственно, потом как-то прокомментировать, поэтому в чат вы можете по-прежнему все направлять. Дмитрий, спасибо вам большое, что смогли присоединиться к нам сегодня, понимаю, у вас очень загруженный график, а мы бы хотели перейти сейчас к другому выступлению, передать слово Токсу Фауэхенме, представителю компании StoneX, он отвечает как раз за вопрос хит-жирни, разработки стратегии хит-жирни, занимает пост вице-президента компании StoneX, и как раз вот будет с Токсом за последние несколько лет, как раз это один из тех наших партнеров, коллег, который помог нам зарабатывать точные программы лояльности наших агопроизводителей здесь в России, поэтому Токс, thanks for joining, I'm giving you a word, please, you can speak. Hi, Victor, thank you very much for inviting me to the call. I'm here to discuss Pejean's strategy, and the first slide here just looks at the motif price since 2015, and as most of you can see from the graph, we've had three major declines in motif wheat prices in 2015, where prices dropped by 13%, 2017, when prices dropped by 12%, and 2018, when prices dropped by 7%. Now, this happened post the harvest, so between June and November. So, overall, I think if you look in 2015 specifically at the post-harvest drop on a volume of around 50,000 metric tons, the drop in motif price equated to around 1.3 million euros, so given that motif is very volatile, and given the high prices, we think that a lot of producers should look to protect themselves against a fall in motif prices, and we've seen many producers and many clients protect against the fall in motif prices. Thank you very much, Victor, for inviting me to participate in this talk. I would like to discuss the strategy hedge-wise and the first slide, which I show is, looking at the situation with the price of the price of the Matisse of 2015, and as you can see in this graph, we remember the history of the past three serious падings of the price in 2015, when the price fell on 13%, 2017, when the price was on 12%, and 2018, when the price fell on 7%. This was after the spring of the spring of the and then, in the and then, so, if we look at the context, the 2015 year, the amount of the price of the price over 50,000 ton and the price of the 1,5 миллиона евро снижения. А с учетом того, что Мотив очень волатильный, с учетом высоких цен, мы полагаем, что производителям следует подумать о том, как защитить себя от падения цен на бирже. И мы наблюдаем то, что многие производители, многие клиенты стараются себя защищать от такого волатильности, связанной с ценообразованием по Мотиву. Докс, я хочу поговорить о том, что я хочу поговорить о двух популярных стратегиях для защиты от падения цен на бирже. And those fees only paid one time. Now, the buyer will receive a profit on the option should prioritise much lower, and all profits on the hedge will be converted into ruble at fixed ruble rates which is determined at the start of the hedge. So below is an example It's in 2015 Where we purchased a pull option Before harvest, so 30th of June The hedge price was 202 euros per metric ton And the ruble rate was 62 The cost of the option Was around 6% of the motif price So 12 euros per metric ton And on the 15th of November That year We compared the hedge price Which is 202 euros Against the motif Settlement price On the 15th of November And on this date, as you can see The prices fell by 177 Sorry, prices fell To 177 euros So that means that the client Would have received 25 euros per metric ton Or 1550 rubles Per metric ton for the hedge Now if we look Over the last 6 years Then buyers would have received A profit In 4 out of the last 6 years This is hedging before the harvest So from June to November And if you look over the last 11 years Then buyers would have received the profit In 8 out of the last 11 years Overall, we can execute hedges In not only motif wheat But in CBLT wheat And CBLT corn as well Теперь я вкратце расскажу о двух наиболее популярных стратегиях Хеджирования для того, чтобы защитить себя от падения цены Первое Это опцион PUT Опцион PUT Довольно Простой Это контракт, который позволяет покупателю защищать себя от нисходящего движения цены Здесь платится премия или комиссия И она уплачивается только один раз В этих условиях покупатель получает прибыль по опциону, если цена снижается И вся прибыль в такого рода страхование Она конвертируется в рубли по фиксированному курсу, который появляется в начале вступления в действие какого-то фиксирования ниже Приводим пример из статистики 2015 года Где был закуплен путь опцион до сбора рожая до 30 июня 202 евро за тонну При 62 рублях за доллар Стоил опцион где-то 6% от стоимости по мотиву То есть 12 евро за тонну А 15 ноября этого года мы сравнили цену на бирже, которая была 202 евро С расчетницей мой мотив На 15 ноября И как вы видите, цена снизилась до 177 евро за тонну То есть клиент получил 25 евро за тонну Или же 1550 рублей за тонну в рублях И если посмотреть на последние 6 лет, то покупатели получали прибыль в 4 из 6 лет Поэтому можно такого рода хеджирование не только по пшенице, но также и по COP пшенице и также COP кукурузе Докс, over to you Докс, over to you Sure Докс, over to you Докс, over to you So the profit in rubles would be 30 multiplied by 90 So 2,700 rubles per metric tonne That's the profit you make on the hedge If prices fell to 190 If prices, however, that rallied or rose to 240 euros Then you wouldn't make any profit on the option Because the co-option strike of 220 euros is below where the market is However, you'll be selling physical wheat at a higher price So these deep pull options are just insurance against a falling price But even if prices rise, then you'll still be able to benefit from selling pull options From selling physical wheat at a higher price Now there are many methods to reduce the premium cost You could look at a lower hedging strike So 200 euros instead of 220 That would reduce the price of the option And you could look at an average pull option Which compares the hedge price against the average price in September and October As opposed to the price on a specific date Which is the 15th of November And that will also reduce the cost of the option But there are many ways of reducing the cost in total А на этом слайде я показываю пример сценарий Которые могут в пункционах разворачиваться Здесь показываем, допустим, что вы хеджируете по текущей цене В этот момент, допустим, 220 евро на затронную Таким образом, первый сценарий рассматривает, что будет происходить, если цена падает до 190 Второй сценарий рассматривает, что будет происходить, если цена повысится до 240 евро за тонну Цена хеджирования в полтопционе – это 220 евро И если цена падает до 190, тогда прибыль составит 30 евро за тонну Ну и курс тогда, допустим, 90 Поэтому прибыль в рублях будет 30 на 90, то есть 2700 рублей за тонну То есть это прибыль, которую вы зарабатываете в результате хеджирования, если цена падает до 190 Однако цена, допустим, если поднимается до 240 евро Тогда вы не зарабатываете прибыль по опциону, потому что опцион входит в так называемый режим страйка И при этом вы будете продавать физические объемы пшеницы по более высокой цене И такого рода опцион дает вам возможность гарантировать себя от падения цены Но даже если цена повышается, то вы, тем не менее, в состоянии все равно зарабатываете прибыль Потому что вы продаете физическую пшеницу Ну и есть различные методы, которые позволяют снижать издержки связывания с хеджированием Допустим, можно выбирать для себя более низкий уровень, допустим, не 220, а 200 И это тогда стоимость хеджирования снижается А если, допустим, средний рассмотреть по сравнению со стоимостью хеджирования И средней ценой при сентябре-октябре, в отличие от другого варианта, который приходится на ноябре То это также будет позволять вам снижать связанные с издержкой с этим фута опционом То есть существуют методики, которые позволяют снижать издержки для такого рода инструмента Фокс, это выявлено Sure And the second popular hedging strategy is a put plus a cap strategy Some people would call it a collar And now this is a zero-cost hedging strategy So unlike the previous strategy where you pay the premium, this is zero cost Similar, this is a very similar strategy In that you're buying the put But the buyer, so the buyer is protected below the put strike However, the buyer would have to pay Sorry, the buyer would have a liability to pay in the future If prices move above the cap price So this is a put plus cap strategy So in this example, the put price is 200 euros So the client is fully protected below 200 euros But the cap price is 245 euros So if the price is above 245 euros Then the client would face a liability or loss on the hedge So to give you an example If the price rose to 250 euros and the cap is 245 Then the loss on the hedge would be 5 euros on the hedge itself However, bear in mind that you're selling the physical at a higher price So the loss on the hedge should offset the gain that you'll have on the physical Because you'll be selling your physical at a higher price Overall, these levels are always customisable Depending on your view However, once again, there is no premium on the strategy And during one out of the last six years Hedges were the faith of liability And that was in 2020 And that's because prices rose But as I said, the cost initially on the strategy is zero Второй вариант И такой популярный является с точки зрения стратегии хеджирования Называется стратегия put plus cap Некоторые называют его воротником Ему как ограничительный уровень Она не содержит каких-то издержек В отношении с предшествующих Где вы платите определенные затраты Аналогично тут стратегия схожая Потому что вы покупаете put option Однако, покупатель в данном случае защищен от снижения целей ниже уровня Хотя, покупатель должен будет принять на себя обязательства оплаты в будущем Если цена поднимется выше капа То есть, это так и правильно называется Put plus cap В данном случае, допустим, цена 200 евро То есть, клиент защищенный, если она падает ниже Но, допустим, уровень капа обозначен как 245 Поэтому, если она поднимется выше То тогда обязательство накладывается на покупателя Или убытки по хеджированию Допустим, цена поднялась до 250 А кап составил 245 То потери убытки в хеджировании будут 5 евро Но при этом надо понимать Что вы продаете физические объемы по более высокой цене Поэтому здесь потери в хеджировании Компенсируется прибавкой, которую вы получаете По продаже физических объемов по более высокой цене Обобщая, можно сказать, что такого рода уровни Не всегда конституционируются в зависимости от ваших персональных решений Но при этом здесь нет никаких премиальных затрат Связанных с этой стратегией В одном годе из последних шести Те, кто хеджировался, принимали на себя обязательства в 2020 году Потому что цены поднялись довольно резко Но, как я говорил, что затраты связаны с такого рода стратегии нулевые Докс, over to you Sure, and like the previous example This is just a scenario of a put plus cap strategy The first scenario is if prices fell to 170 And the second scenario is if prices rose to 255 euros Now the put level is 200 euros And the cap level is 245 euros So again, on scenario one If prices fell to 170 The profit would be 30 euros 200 minus 170 is 30 euros Multiplied by the FX rate Which is set at the start Which is 90 So the profit in rubles would be 2700 rubles In the second scenario If prices rose to 255 euros Then because the cap is at 245 You would make a loss of 10 euros per metric ton On the hedge Or 900 rubles per metric ton However, once again Remember, you're going to be selling your physical At a higher price So this helps to offset Or to net any losses That you will have On the hedge anyway So yeah It's Whilst you may lose on the hedge If prices are above the cap You will gain on the actual physical prices If weeks moves higher And once more This strategy is zero cost In this case As we have a previous scenario We will look at the strategy Put plus cap And in the first scenario If the price of the price The price of the 170 A second scenario The price of the price The price of the 200 The price of the 25 euros In the case of the put Let's say It's 200 A cap So it's 245 Опять же В первом сценарии Если цена падает до 170 То прибыль составляет 30 евро То есть 200 минус 170 Получается 30 Мы перемножаем на курс Который определяется с начала То есть 90 То есть прибыль в рублях Составляет 2700 рублей за тонну В рамках второго сценария Цена В смысле поднимается До 255 евро Поскольку cap был определен На уровне 245 То у вас убыто 10 евро За тонну В рамках хеджирования Или 900 рублей за тонну Однако Повторюсь Что вы же В данном случае Будете продавать физические объемы По более высокой цене И это помогает Компенсировать Или сводить к нулю Любые убытки Которые могут возникнуть В рамках хеджирования По такой стратегии Поэтому да Может быть Вы и потеряете что-то В хеджировании Но поскольку цена будет Выше уровня как То вы приобретаете Больше случаев С продаж физических объемов Если цена выше Опять же Издержки Такого рода Хеджирования Нулифы Так что вот Продолжение следует... And you think prices could move up Then you could simply buy a call option And this Again, there's a premium cost to this And in this example The call option hedge level Was €225 The cost was €13 So 6% of the price And if prices moved To €250 Then you'll profit on the hedge by €25 As an example Or if prices moved to €300 You profit by €75 So this is just a quick example If you're worried that prices Are going to move higher You could also buy a call option So overall, I think in summary The two main strategies That we've discussed today Is a pull option And a put plus cap strategy Again, both strategies Protect against downward movements in price There's a premium paid On the put strategy But the put plus cap strategy There's zero cost However, there could be a liability On this strategy If prices move above the cap Again, client can also purchase insurance Against prices moving higher And just to summarise The hedging requirements For clients Are typically with those That have a physical wheat exposure Of around 25,000 To 50,000 metric tonnes Over the year And if you need any advice Please speak to On this strategy Please speak to Victor And he can get you in contact With them Even myself or William And we're more than happy To speak on this And we're more than happy And we're more than happy But, as I said Again, in the case of 225,000 Допустим, евро То здесь Оплата 13,000 То есть 6% От цены По мотиву Допустим, если цена Поднимается вверх До 200,000 Тогда вы Прибыль у вас 25,000 А если до 300,000 Тогда 75,000 Составляет ваша прибыль Такой короткий пример Допустим, если вы Беспокоитесь, что цена Может пойти вверх То вы можете приобрести Опцион All Для того, чтобы защитить себя Поэтому, резюмирую Скажу, сказать Две основные стратегии Которые я сегодня Постарался вам объяснить Это опцион Put И Put Плюс Кап Как в стратегиях Инженерная Опять же Эти две стратегии Защищают вас От нисходящей цены Платится премиальная В рамках стратегии Put Но Put Плюс Кап Дает вам Нулевые расходы Однако В этих частях Может возникнуть Обязательство Если, допустим Цена поднимается Выше уровня К При этом клиенты Могут покупать И страховку Опять же Против восходящей цены Но Обобщая Опять же скажу Что требования По хеджированию Для клиентов Как правило Это Касается тех У которых Физический риск По объемам От 25 до 50 тысяч тонн В течение года Может образоваться И если Вы считаете У вас может возникнуть Необходимость Разобраться В этом То Пожалуйста Связывайтесь С Виктором Он поможет Вам связаться Со мной И с Ильем И мы будем Более чем Рады С вами Пообщаться Дополнительно Спасибо Спасибо большое Токс За интересную Презентацию По стратегиям Хеджирования Коллеги Немного Мы не укладываем Сво время Но у нас Поступают Вопросы Соответственно Мы Обязательно Сейчас Озвучим Учитывая Что и Токс И Вильям Сейчас у нас С вами На связи Я даже Получаю По ватсап От знакомых Наших Аграрьев Вопросы В том числе По выступлению Токса В частности Спрашивают Готовы ли Компания Стонных Работать С российскими В том последнем Слайде Что у нас Есть Требования По объему 25-50 тысяч Тон пшеницы Которая Интересуется Систонных Завод Это потенциальный Порок Участия В принципе Это все Возможно И опять Таки Если у вас Будут Конкретные Вопросы Контакты И Токса Вильям Они указаны В презентации Мы всегда Можем Ом их Также Сообщить То есть Вы можете Напрямую С ними Пообщаться Если вас Что-то Заинтересовало В том числе По стратегии Хиджирование Сейчас У нас Небольшой Вопрос К Уильяму Вильям I can't ask you To unmute Yourself Actually Is there Any demand For the wheat Seeds With higher Zinc Yeah I saw This Question Earlier So My Understanding Of High Zinc Content Wheat Content Wheat Is That It Is It Is Highly Favorable Particularly In Markets Where Касes Малинутричность. Зинк is obviously very important for diets and in certain countries in Africa, South Asia cases of malnutrition due to zinc deficiencies are higher so my understanding is that there is a higher demand for high content zinc wheat in particularly South Asian nations, India but also areas such as Pakistan and other South Asian countries as well. So yeah, I think the main targeting areas are South Asia and certain areas of Africa for high content zinc wheat. Yes, thank you very much. I saw a question and I want to say the following. As I understand, that the cinc with high content zinc is really a very useful thing when there is no eating in terms of some of the conditions as well as the cinc is a very important part of the cinc with a very important part of the cinc of the cinc is a very important part of the cinc of the cinc is a very important part of the cinc you can see А часть реализована в нашей программе Zorro. То есть мы как раз говорим о возможности защитить вас от снижения цены на рынке, используя рыночный индекс. В качестве такого индекса Сингента предлагает вам использовать декабрьский фьючерс на бирже Euronext на пшеницу. Соответственно, принцип программы достаточно простой. Весной и летом у вас есть окно, в течение которого вы можете зафиксировать текущую цену пшеницы на бирже Euronext с нашей помощью. А осенью, как и показывал TOX, мы сверяем зафиксированное значение с значением, которое сложится на конкретную дату уже осенью. У нас это 29 октября. Если текущий уровень значения осенью будет ниже того значения, которого вы зафиксировали весной и летом, вы получаете бонус. Гарантированно выплаты от компании Сингента в виде кэшбэка на ваш расчетный счет. Бонус равен проценту снижения цены. То есть на сколько процентов упадет цена относительно того уровня, который вы зафиксировали, столько процентов мы вам и вернем. Максимально до 15 процентов от объема закупок. Сама программа в принципе сейчас у нас в России уже достаточно популярна. Можно сказать, уже реальные цифры. Больше 120 агропроизводителей за последние 4 года в ней приняли участие. В этом году только у нас порядка 48 клиентов подписали бонусное соглашение с компанией Сингента. В чем плюсы Zora, как мы их видим, основные? Во-первых, у вас здесь нет риска, потому что сам механизм программы максимально прозрачен, и вы ничего не теряете, если, соответственно, участвуете в этой программе. Потому что, как было описано ранее в стратегии хеджирования, здесь не предусматривается какая-то стоимость для вас. То есть вы, получается, просто выполняете условия программы примирования, покупая сингентские продукты. Здесь нет расходов, нет валютного эффекта. Валютный курс также нивелирован в самой формуле выплаты. Поэтому это позволяет вам не зависеть от колебаний курса рубля. Ну и, разумеется, покупая продукты сингентом, максимизируете вашу урожайность, то есть получаете дополнительную прибавку, в том числе и валовую продукцию, что дает вам дополнительную прибыль. Поэтому, если говорить о самом механизме, на нас взгляд наиболее эффективное копирование схемы хеджирования, которые используются финансовыми институтами, мы позволяем вам избежать привязки к физическому рынку. То есть вы можете дополнительно получить прибыль в случае падения цен за счет именно нашей программы. Разумеется, она, может быть, не всегда компенсирует падение на физическом рынке, но, учитывая разные стратегии продажи урожая, может принести вам существенную прибавку в виде реальных денежных средств, поступляющих на ваш расчетный счет. Важный момент в том, что программа абсолютно прозрачна. Мы здесь не оказываем какого-то давления на ваше решение. То есть вы сами принимаете решение, когда выбрать лучший момент для фиксации цены по индексу, который мы вам предлагаем. Весь документ оборот у нас также достаточно прост. Мы подписываем с вами бонусное соглашение, где фиксируются условия и требования, которые необходимо выполнить. Программу ЗОРа можно получить двумя способами. Либо за счет баллов агробонуса, либо за счет увеличения объемных закупок. Сейчас как раз вы увидите на экране основные требования к участникам программы ЗОРа. Шраница 137 оборота, не менее 15% от общего объема. Соответственно, минимальный объем закупок – это 8 миллионов рублей по СЗР без НДС. И рост на 15% против прошлого года. Мы учитываем период закупок, который вы осуществляете с 1 августа по 15 июля. То есть практически весь календарный год за заключением двух недель. В этот период вы можете закупать продукты компании Сингента. И все эти продукты, их стоимость будет учтена в качестве байса для расчета бонуса. Что касается сроков программы. Мы принимаем заявки в программу до 1 июня каждого года. Сейчас у нас остается буквально 11 дней. Если вы захотите поучаствовать в программе, добро пожаловать. Мы примем любые заявки. Закупки вы можете делать вплоть до 15 июля. Поэтому у вас есть еще опция по осуществлению экономических процессов. Принятие решений по покупке наших препаратов. То есть мы здесь не требуем закупаться немедленно. То есть если получится – хорошо. Если не получится – регистрация вас ничему не обязывает. Соответственно, единственное, что мы просим делать агропрозвонителей – это, соответственно, мониторить динамику цены на бирже. Если, соответственно, цена будет достаточно благоприятна для вас, чтобы вы сами выбрали тот момент, когда стоит ее зафиксировать. Фиксация цены возможна до 31 июля включительно. То есть, в принципе, мы даем достаточно большой период для выборов правильного момента. Программа стартовала 1 февраля. У нас уже много клиентов зафиксировали цену. Но, тем не менее, еще у большей части этих клиентов остается возможность выбрать правильный день для того, чтобы эту цену зафиксировать. Расчет у нас производится 29 октября. Мы подводим итоги, сверяем цену, которую вы зафиксируете, с ценой, которая сложится на бирже. И в ноябре выплачиваем вам бонус. Напомню, что регистрация заканчивается 1 июня. После 1 июня принять участие в программе уже будет нельзя. То есть зафиксировать цену смогут только те участники, которые уже зарегистрировались. Для регистрации необходимо использовать нашу цифровую платформу, ссылку на которую я обязательно покажу. Важный момент, который обозначил в том числе и ТОКС в своей презентации, это частотность выплат. Меня часто спрашивают, как часто мы платим деньги. Вот как раз хороший пример, который использовал и ТОКС. За последние 11 лет в 8 случаях вы получили бы выплаты. У меня на графике сейчас приведена статистика по последним 6 годам, начиная с 2015 года. Вот получается в 4 случаях из 6 вы также получили бы выплаты. У нас два варианта программы. ЗОР и классический, ЗОР и интервальный. В зависимости от того, какой механизм бонуса вы выберете. Но и там, и там вероятность выплаты достаточно существенна. Практически, если посмотреть на период с 2015 по 2017, практически каждый год был шанс получить выплаты в рамках программы ЗОР. По необходимым документам обозначу, что их минимум необходимо предоставить в день только вашу статистическую форму 29СХ ЕПН2 Фемер и карточку с вашими реквизитами. Самая регистрация проходит онлайн с помощью нашей цифровой платформы, с помощью нашего личного кабинета, где вы в том числе можете мониторить цену на бирже. У нас подключена, сделана связь с биржей. То есть в этом личном кабинете вы видите непосредственно динамику цены на указанные вами фьючерс. И, соответственно, там же вы можете получить доступ к нашей аналитике, которую любезно предоставляют нам наши партнеры-эксперты, в том числе и CAR, в том числе и StoneX. И благодаря этому вы сможете принять взвешенное решение по фиксации цены. Вот кратко то, что мы хотели вам сегодня обозначить в качестве основных трендов текущего момента, ситуации на рынке зерновых и о тех вариантах ваших действий, которые позволят частично снять риски падения цены, возможно, роста цены, если у вас заключены форвардные контракты. Надеемся, что вам наши презентации были полезны, выступления оказались интересными. Если у вас какие-то вопросы, можете их писать нам в чат, можете направлять их на контакты, которые были указаны в презентациях. В том числе вот сейчас вы видите контакт fin.solutions.ingenta.com. Это наш адрес по отделу коммерческих проектов, на который вы также можете высылать все вопросы, которые у вас остались в ходе нашего вебинара. В том числе мы всегда готовы прилить за контактами наших спикеров, и если у вас есть интересованные сотрудничества с ними, также мы всегда готовы организовать вам встречу. Соответственно, коллеги, мы благодарим вас за внимание. Извиняемся, что мы немного выбились из графика. Как я сейчас вижу по чату, у нас остался только вопрос к Дмитрию Рылько по поводу стратегии продажи пшеницы. Он на него отчасти ответил, но, соответственно, те вопросы, которые к нам будут еще поступать, мы обязательно ему направим, и всем, кто их задает, вышлем обязательно на ответы. Коллеги, мы благодарим вас за внимание. Если у нас сейчас новых вопросов нет, тогда желаю вам хорошего окончания недели, и надеемся увидеть вас на наших новых вебинарах. Talks William, thanks a lot for joining our webinar. So we are finishing right now. Thanks a lot for your presentations. We have no other questions at the moment, so you can now enjoy your time. Thank you very much. Thanks for having us. Thank you very much, Victor. Thank you, guys. Максим Юрий, спасибо вам большое за организацию. Завершаем на сегодня. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.